Так, сейчас какую-нибудь красоту сделаем, чтобы было эффектно. Давай немножко от души постреляем. Вот так хорошо, это приятно, это как умеют. Давай, что ты можешь против палача? Эй, ребята! Это пока сразу всё. Старый добрый ПК-гейминг, вот он, вот так вот руками разрывают. Что ты пришёл сюда? Нас пулемётом в лицо. Вот так вот, до свидания. Хотя вообще запилим к хренам. Хе-хе-хе-хе-хе. Привет, с вами Велсаком, сегодня 1 апреля, а значит шутить не будем. Лучше поговорим о важной теме. Мобильный мир изменился. У нас было несколько роликов на эту тему. Я действительно верю, что мы находимся в самом начале пути всей этой истории, но уже сейчас видна не столько эволюция, сколько революция в сознании и в том, что происходит вокруг нас благодаря сотовому телефону. Если совсем недавно все вещи нужно было делать ногами, куда-то ходить, что-то как-то где-то добывать, то сейчас большинство этих операций доступно вот здесь на ладони. За последние несколько лет мы привыкли к сервисам, услугам и так далее. Сейчас, кстати, это особенно ощущается. И вот на фоне всей этой истории с мобильным миром, мы как-то забыли про старших братьев. Ноутбуки тоже изменились. Если недавно это были просто маломощные или такие себе портативные компьютеры, которые во всем проигрывали десктопу, то сегодня это может быть вполне рабочим решением, которое является единственным компьютером. И это, блин, очень круто. Но MacBook Pro понятный. Мы с ним долго жили и много знаем и так далее. А что там в мире Windows? Что там в мире вот этих вот производительных решений? Там случилась революция на поприще игровых лэптопов. Вы должны это увидеть. Вот она! Дичь дикая! Пришли вот эти большие ребята, мигающие всеми цветами RGB подсветки. И, конечно, они красивые и мощные. Но можно ли сделать так, чтобы компьютер по габаритам и по ощущениям был похож на MacBook Pro, но при этом обладал всеми радостями Windows компьютера? Оказывается, да. И сейчас действительно это отдельное направление. И называется оно мобильная студия. Или что-то такое. Для авторов, креаторов. И сейчас расскажу поподробнее. Поехали. Помните, в конце прошлого года мы с вами распаковали Concept D9 от Acer? Это был совершенно фантастический компьютер. Очень дорогой, но очень навороченный. Для людей, которые создают контент. А сейчас это становится мейнстримом. Потому что знаете, что хотят... Да п***ь, п***ь, мать! Вот еще бы он умел автоматически выключать звук, когда ты типа садишься записывать видос. Вот ему цены не было. А сейчас знаете, какая самая востребованная, ожидаемая профессия у молодежи в интернете? Конечно же, блогеры. Потому что быть программистом, например, почетно, но сложно, надо соображать. А быть блогером не обязательно. Но на самом деле, действительно, сегодня создание контента стало более доступным. Потому что появился всевозможный софт, появился контент. И есть о чем говорить, что делать. И мы с вами сейчас обсуждаем что? Конечно же, видеоконтент, фотоконтент, дизайн, разработку, все что угодно. И для этого нужен действительно классный компьютер. Мощный, производительный. Но я не хочу, чтобы он был игровым. При этом, конечно, я хочу, чтобы на нем, наверное, можно было поиграть, если что. И вот тут вот, собственно, и появляется та самая ниша, которая долгое время была ничем не заполнена. Потому что, конечно же, конечно же, есть ультрабуки красивые, есть супермощные станции, есть бизнес-ноутбуки. А вот так, чтобы он был сделан для дизайнеров, для вот этих вот всех креаторов, вот этого не было. И, собственно, весной прошлого года Acer выкатил целую линейку. Не просто одну-две модельки, а прям линейку. Они говорят, вот тебе D3, D5, D7, D9. И у них есть еще версии Pro. Потому что в обычном D7 стоит NVIDIA RTX вплоть до 2080, а в Pro-версии стоит, например, какая-нибудь NVIDIA Quattro RTX 5000. Ну, чтобы нормально вот этим всем софтом рулить. И это уже заявка на победу. А сюда же прилетают еще десктопы, также разные производительности, и еще и мониторы. Это действительно целая экосистема, которая позволяет выбрать продукт, который подходит именно тебе. Ну, а мы с вами сегодня поговорим про MacBook Pro 16 классный против D7. Обычная версия, не Pro, которая сопоставима по производительности и по цене, что самое важное, с MacBook'ом. И посмотрим, действительно, это классный компьютер, который может соперничать вот с этой радостью, или мы что-то не понимаем. Зашлите-ка мне его, кстати. Подожди. Надо закрыть, мало ли что. Давай. А, даже так можно. Вот такая, кстати, очень аккуратная упаковка у нас. MacBook сейчас подвинется. И смотрите, что происходит. Concept D7. Очень симпатичный ноутбук, потому что, конечно же, я на него глянул в интернете, но не распаковывал. Ну-ка, смотрим, как это выглядит в жизни. А также нас интересует и комплект поставки, потому что это тоже, блин, важно. Так, смотрим. Кинопласт не нужен. Компьютер, да. И, как вы понимаете, у нас в данном случае ревью-образец, что не отменяет удовольствие от распакованки. Вот такой вот, знаете, экологический картон, я бы так это назвал. Упаковка соответствует заявленной теме. Дизайн, это должно быть красиво даже на уровне вот упаковки. Вы скажете, что я схожу с ума тут по-тихому? Ну, да. Но это должно так и выглядеть. Значит, всякая инструкция и прочее неинтересно. Окей, тут все понятно. Блок питания. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вы знаете. Ну, во-первых, мы уже радуемся тому, что он один. Это победа. Но здесь у нас архитектура Max-Q, так что это тонкое решение, которое, действительно, вы можете видеть уже сопоставимо с мобилем. И блок питания аккуратный весьма. А так, в общем-то, все понятно. Вот у нас блок питания, вот всякая макулатура, вот компьютер. Ну, давайте смотреть на него поподробнее. Ну, и вот он. Смотрите, какой симпатичный алюминиевый белый. Блин, в белом выглядит прямо неочевидно классно, я вам так скажу. Это алюминиевое шасси. В этом смысле у нас с вами есть прямая корреляция с MacBook'ом. Он даже весит примерно столько же. 2,1 килограмма против 2 у MacBook Pro 16 дюймов. Но при этом давайте сразу окунемся в мир разъемов, пока не открывали компьютер. Смотри, на грань просто залетаешь. И вот оно, все, что нужно есть. Вот тебе, пожалуйста, USB-хи. Мини-дисплейпорт. Это тоже важно, кстати. Thunderbolt 3. Пожалуйста. USB 3.0. Две штуки. С этой стороны еще один. Ethernet. Подключаешь по проводу. Красавчик. Здесь же еще HDMI. Всевозможные разъемы для наушничков и микрофона. И мы с вами сейчас прямо вот кладем его на место. И задаем единственный вопрос. Где слот для карт памяти? Где? Нет его. Ну, я... У меня нет оправдания. Я не знаю. Я не знаю, почему производители отказываются от гребаного слота для карт памяти. Вы вообще сами, когда говорите про видеоконтент, про фотоконтент, продуктами своими пользовались? Ну, то есть, это обидно. Я понимаю, опять же, что сейчас это решается донглом, опять же, USB, то есть, опять десятая. Но, блин, у вас здесь дофига места. Сделай, пожалуйста. Почему? Нет. А знаете, у меня есть одно единственное оправдание, почему его здесь нет. Потому что Concept D7 использует единое шасси с Acer Predator. Игровым ноутбуком. И, возможно, там как раз нафиг не нужен слот для карт памяти. И, с одной стороны, это круто. Потому что здесь производительное решение, которое имеет хорошее охлаждение. И вот это все. Но, при этом, вот слот для карт памяти не дали. Вот здесь бы ему, вот здесь разместитель, вот здесь вот ему бы прям самое место. Поэтому, это пока, наверное, единственный минус. Посмотрим, будут ли другие. Ну, а если говорить о плюсах, то это, конечно, цена, друзья мои. Цена. Давайте я вам назову характеристики вот этой красоты. Core i7 девятого поколения. 32 гигабайта оперативной памяти. 2 терабайта SSD. Вишенка на торте RTX 2060 с 6 гигабайтами собственной памяти. Монитор, откалиброванный по самым вообще высоким стандартам Adobe RGB. Там, Pantone Certificated. Вот это все. Ultra HD. То есть, 4K. И все это вместе стоит 200 тысяч рублей. Это очень хорошая цена. Вы спросите меня, а что вот это за модификация? Это достаточно дорогой компьютер, поэтому мы его, наверное, не будем врать в расчет. А вот сопоставимая модификация по характеристикам с этой моделью на сайте apple.com.ru стоит порядка 280 тысяч рублей. При этом там будет куда более слабая графика. И, конечно, не будет встроенных разъемов. И, конечно, не будет Windows. И вот это вот для каждого свое. Кто-то выбирает исключительно macOS и залетает и радуется всякими лоджикам Final Cut Pro и так далее. А кто-то берет вот такое Windows-решение, как более унифицированное. И тут вообще начинается красота. Поэтому я его вот так вот аккуратно двумя пальчиками открываю. Вот эти все штуки удаляю. Блот, он прям красивый. Запускаю, настраиваю. И сейчас будем тестировать. Настроил. Успел даже уже попробовать. И с этого момента свой рассказ про Concept D7 хочу, наверное, построить вот по такой схеме. Это будет сравнение с MacBook'ом. Потому что у меня есть большой опыт работы на этих компьютерах. И давайте сразу, что мне здесь нравится, а что не нравится. Ну, первонаперво давайте тест на MacBook, что называется. Можно ли открыть одним пальцем без страданий. Можно. Это очень хорошо. И в этом смысле компьютер показывает себя молодцом. Во-вторых, здесь матовый экран. И это действительно очень круто. Не бликует. У нас здесь много света со всех сторон. Мне очень комфортно смотреть на экран даже чуть-чуть под углом. Это большой плюс. Разрешение 4К. И мы с вами видим, что поддерживает он 60 Гц. Нужно понимать, что это все-таки решение не для игр, а больше для работы с графикой, производства и так далее. Поэтому высокопроизводительный экран здесь и не нужен. Если хочешь игровое решение, покупаешь Acer Predator. Там уже есть куда разгуляться. По остальному железу, как я и говорил, здесь все отлично. Но мы с вами запускаем утилиту GeForce Experience. И видим, конечно же, поддержку GeForce RTX 2060. И в этом смысле, ну да, ну да. На макбуках, к сожалению, нормально работать в большинстве приложений просто не получится. Именно поэтому у NVIDIA сейчас есть целая концепция студио. И они говорят, огромное количество софта работает на нашем железе. С нашими драйверами, CUDA и прочими историями. Просто тупо быстрее. И у них есть сравнение, где показывается, что это реально быстрее. И если вы выбираете продукты Adobe, например, Premiere, или Photoshop, или даже Lightroom, или вот эти все вещи. То, конечно, на GPU от NVIDIA все это будет работать быстрее. В целом, есть определенный софт, который вообще работает только на NVIDIA. И я знаю людей, которые подключают к макбуку. ЕГПУ вставляют туда какую-нибудь RTX замечательную. Через драйвера на macOS все это запускают. Но это костыль размером с сейфелевую башню. Конечно, намного правильнее купить что-то подобное, если тебе нужен такой софт. Четвертое. MacBook очень горячий и очень громкий. Вы в моих стримах могли наблюдать этот момент, когда он под нагрузкой, даже не очень большой, типа стрима. Он гудит как не в себя. Здесь используется айсеровская технология. Это Airblade 3D четвертого поколения. Как говорят они, под нагрузкой, даже на самом пике, он не крутит больше 40 дБ. В смысле, по звуку это не очень громко. Мы с вами сейчас запустим Doom Eternal и проверим. Ну и вообще, когда мы с вами говорим про производительный компьютер, пусть и для работы с графикой и создания контента, все равно первым делом ты берешь вот такую вот мышеньку, вот здесь она у нас, причем от Predator. Вот так вот ее встыкаешь и залетаешь в Doom Eternal, потому что по-другому никак. И это, наверное, ключевая просто особенность в сравнении с тем же MacBook'ом. Потому что там, как ни крути, поиграть не сможешь. Разве что на сервисе GeForce Now. Но это тоже немножко странно. А тут вот так вот просто хлоп-хлоп-хлоп, готово. И погнали. Doom Eternal, как есть. Я прошел, кстати, Doom Eternal. Залетаем в настройки, смотрим. У нас с вами абсолютный кошмар графика везде практически, за исключением текстур. Их пришлось чуть-чуть понизить, да и хрен бы с ними. И давайте залетаем сразу куда? Ну, куда-нибудь вот сюда, наверное. Конечно же, вертикальная синхронизация отключена, хрен бы с ней. И просто залетаешь, и пошла, пошла рубилова. Если хотите, кстати, видос про Doom Eternal, вы мне напишите в комментах. Потому что мне игра зашла просто безумно. Я считаю, что это прям победа. А многие почему-то решили, что это не true Doom, потому что они играли в 2016, и он был другим. А на самом-то деле, вот оно где, настоящее-то, мочилово. Так, ребята, надо как-то от души пострелять. Тихо, отойду. О, заспаунили, а! Подожди. Немножко покеляться. И просто шотган не подводит. Вот оно где счастье. Так, привет, пацаны, как вы тут без меня? Нормально? Ну и славно, славно. А ты-то куда лезешь? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, какой ты мерзкий, а! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, а так будет с каждым. Блин, вот такой. Блин, я не могу остановиться. Вот оно в чем дело-то, Женя. Это ж палево какое-то. Хотел показать просто минуточку, а сам залип, как обычный. Ну, потому что хорошо заходит. Вот берешь ему просто в голову. На! А-а-а-а, нравится. С Думой Тернл работает так. Я, короче, сел и прошел просто за одну ночь игру в один присест. Но мы с вами видим, что если ты монтировал ролики, редактировал фотографии, создавал 3D, еще какими-то профессиональными вещами занимался, устал, то ты залетаешь и играешь. И мы сейчас, на самом деле, тестировали компьютер под нагрузкой и смотрели, как справится его охлаждение. Вы знаете, по сравнению с игровыми ноутбуками, которые я видал, но этот, можно сказать, что вообще тихоня. Очень хорошо себя показывает. Ну, а что касается профессионального использования, зацените тему. У нас есть проект, в котором вот такая замечательная обезьянка с красным лицом, похожая на меня. И смотрите, что я делаю. Я залетаю в экспорт, медиа-контент, и выбираю, конечно же, 8K UHD H.265, все как положено. В этом смысле все максимально понятно. Отправляю это все в очередь. По красоте запускается другое приложение, в котором я могу выбрать уже дополнительные параметры. И вот тут вот, друзья мои, очень важный момент. Смотрите. Нажимаю кнопочку, все готово. Тра-та-та. И я здесь вот запускаю ускорение GPU с помощью механизма Adobe Mercury. Playback. В скобочках написано CUDA. Вот это как раз работает на RTX, и это очень и очень круто. И тот, кто сталкивался с рендерингом, в том числе в премьере, он видит, что это, конечно, величие. 8K достаточно шустро, все как положено. Вот, собственно, для чего люди покупают подобные решения. Потому что, конечно, здорово, когда ты сидишь за большим десктопом на работе, но правда в том, что сегодня рабочее место изменилось так же, как и, собственно, мир вокруг нас. Сегодня ты берешь вот такой вот небольшой ноутбук, и уходишь по своим делам, и рабочее место там, где ты. И вот эта вещь, она в этом смысле помогает. На этом я под впечатлением, производительность действительно классная. Ну и важный момент, что здесь Nvidia вот со своими драйверами, опять же, очень в кассу. И здесь сложно сравнить с макбуком, потому что я, например, премьером не пользуюсь, но если запустить вот эту историю и то, что происходит на макбуке, то там совсем разные подходы. Тот же премьер и на macOS, и на Windows тоже работает несколько иначе, но вот здесь производительность прямо как положено. А раз уж пошла такая пьянка, продолжаем сравнивать с макбуком, и говорим, что в ConceptD неплохой трекпад. Не самый, наверное, классный, который я видал в жизни, но неплохой. Я даже удивлен, что в винде может быть неплохой трекпад, в этом смысле окей. И вот прямо сейчас я понимаю, что меня, наверное, раздражает вот этот проводок, который вот этот вот странный. И вообще, на самом деле, могли заморочиться и сделать более аккуратный блок питания. Здесь он прямо, ну, такой себе, например, такой себе. Прямо видно, что вообще не парились, сделали, что могли. Ну, наверное, это единственная претензия, потому что такой симпатичный белый компьютер и такой себе блок питания с проводом. Но! Это все. Придирки. Итого, время кодирования 5 минут 57 секунд. В 5 уложились. Отлично. И вот он готовый файл. Вот такая вот красота. Вот лежит, отдыхает. Вот это вообще балдеж. Смотри, еще и лапами дрыгает. А? И, кстати, удивительно, но только вот этот плеер, который называется Home Cinema, открывает 8К, а базовый не открывает ни хрена. Вот так вот. Имейте в виду. Вот оно, аппаратное кодирование. Вот когда используется дискретная графика, чтобы все работало. Потому что сегодня даже на YouTube 8К открываешь, если у тебя компьютер слабый, он не потянет. А здесь же еще используется Wi-Fi 6. Вот эти все современные радости. Чтобы интернет-коннект был стабильный, классный. Можно Ethernet подоткнуть. В общем, на самом деле, я думаю, что вы уже поняли, что мне этот компьютер прям понравился. У меня к нему особых претензий нет. Еще раз, SD-карточки, ну, такое себе. Блок питания можно сделать поаккуратнее, тоже такое себе. Это, в общем-то, боль вообще всех Windows ноутбуков. Трекпад окейный. В остальном, ну, ты посмотри на него. Ну, он даже не сильно нагрелся. Он вообще не нагрелся. То есть мы его сейчас гоняли и туда, и сюда. Ну, и он вполне себе окей. Можно еще, наверное, даже открутить, там, что-то кастомизировать, заменить. Вот так вот все это симпатично. Итого, на одной чаше весов у нас с вами MacBook, на другой чаше весов Concept D7. Давайте подводить итоги. На стороне MacBook, конечно же, macOS. Конечно же, тут без вариантов. Хочешь macOS, покупаешь MacBook. Конечно же, отличный экран. Retina очень кайфовая, с хорошей яркостью, но не такая четкая, как на Concept D. Здесь откалиброван экран лучше. Здесь хорошая производительность, но, к сожалению, не топовая. И то, что нет возможности использовать Nvidia, тоже обламывает. Но, в любом случае, это хороший компьютер, который служит мне верой и правдой. Могу ли я использовать вот это для своих базовых задач? Более чем, работать в Lightroom, обрабатывать фотографии, заниматься всякими штуками в Photoshop, здесь очень приятно. Ну и, конечно, если бы я монтировал в Premiere, я бы тоже кайфанул. Но, поскольку я здесь могу играть, то мне становится прям совсем приятно. На стороне этого компьютера действительно топовое железо. Адекватная цена. А напомню, что за примерно одинаковый конфиг здесь у нас получается минус 70 тысяч. Специально для вас, чтобы вы сейчас сидели и не скучали, есть отличная возможность купить любой компьютер Concept D в официальном онлайн-магазине Acer со скидкой 10% по промокоду, который вы найдете в описании. Просто заходите на сайт, выбираете конфигурацию, которая вам нравится, вводите промокод, получаете скидон красота. То есть, вот на эту версию вы тоже можете получить скидку. Мне кажется, это круто. Мне кажется, это классно. И это компьютер, который меня приятно удивил. Это настоящая пост-PCR, о которой говорил нам Тим Кук. Он говорил это в разрезе iPad, но я все равно не верю, что из iPad получится что-то такое. А вот именно отсутствие десктопа, как обязательного элемента в работе, вот она, наверное, пост-PCR. Это я прямо сейчас понял. Потому что вот эту штуку берешь под мышку и пошел. И все. Я могу все свои задачи делать на этом устройстве. Где мой ноутбук, там мой офис. Где я его поставил, там и работаю. Комфортно, офигенно. В этом смысле красота. Вот такая мысль, друзья мои. Простая, но при этом сложная. Как говорят в пацанских пабликах. На этом я с вами не прощаюсь, потому что мы в интернете. А значит, совсем скоро увидимся. У нас много всего интересного. Как обычно, призываю вас подписываться, ставить лайк, если было интересно, полезно и так далее. Ну, хороший компьютер. Вот кроме шуток. Я вам говорю, это прямо хороший. Но у меня был опыт общения со старшей версией. Я тогда уже понял, что это уникальное решение на рынке. И оно прям топовое. Прям вот все. Возьму ли я себе такой? Да, скорее всего, да. Потому что нет-нет, но поиграть. Нет-нет, короче, классный. Нравится. Увидимся.